Добрый вечер, дорогие месигутовцы, а также гости нашего села! Мы рады приветствовать вас сегодня на нашем мероприятии в рамках культурного марафона «Время наших!» 27 августа наша республика празднует день рождения генерал-майора Менигали Шаймуратова. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны, генерал-майору Менигали Менгазовичу Шаймуратову было присвоено звание Героя России. В связи с этим в школах Республики Башкортостан открываются классы имени Героя Российской Федерации генерал-майора Менигали Шаймуратова. В шаймуратовских классах ведется систематическая работа, направленная на воспитание уважения к истории страны, патриотизма, чувство гордости за Родину, Республику, на примере героизма воинов 112-й башкирской кавалерийской дивизии, формирование духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, содействие становлению активной гражданской позиции. В гимназии села Месивотова также был сформирован класс имени Шаймуратова, который сегодня присутствует на нашем мероприятии. Давайте поприветствуем их аплодисментами. Слово предоставляется заместителю главы администрации муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан по социальным вопросам Абдулину Айдару Булатовичу. Уважаемые земляки, дорогие ребята, сегодня, в эти дни, вся наша республика отмечает день рождения славного сына башкирского народа, героя России, генерала Венигалиши Муратова. Героизм не имеет границ. И со времен Великой Отечественной войны около миллиона советских и российских солдат и офицеров доказали это. Сегодня, день рождения легендарного генерала, здесь, в Парке Победы, мы вспоминаем всех героев, ветеранов боевых действий, тех, кто не вернулся домой, кто отдал самое ценное – свою жизнь, исполняя долг перед Родиной. Все они, как генерал Шаймуратов, бесстрашные люди, являющиеся примером отваги, чести, духовной силы и безграничной любви к родному краю. Настоящие герои, верные долгу и пристяги. Они вступали в борьбу с неприятелем, предотвращая любые поползновения врага в сторону нашей Родины. Мы помним каждое имя и разделяем боль и горечь утрат. Преклоняемся перед радным подвигом наших соотечественников, с честью выполнявших боевые задачи в горячих точках и зонах вооруженных конфликтов. Гордимся и отдаем дань глубокого уважения всем тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный патриотизм. Спасибо им и низкий поклон. Сегодня на планете вновь неспокойно. Мы видим, как некоторые государства стремятся к мировому господству. И спустя десятилетия наши воины, молодые парни, недавние наши выпускники, проявляя мужество и героизм, продолжают благородное дело своих предков, сражаясь с нацизмом на Украине. К сожалению, четверых наших земляков мы потеряли. Денис Ярославцев, Илья Корзников, Рушан Загитов, Закиров, Рамиль Нигматуллин были и останутся гордостью Дуванского района. Настоящими воинами, которые погибли, исполняя служебный долг. О них мы будем помнить всегда. Обращаясь к 6-му Б-классу гимназии, хочу сказать, ребята, сегодня мы открываем новую важную страницу вашей жизни. Вы будете учиться в классе имени Героя России генерал-майора Менегали Менгазовича Шеймуратова. Генерал Шеймуратов уникальный сын башкирского народа, военачальник, военный разведчик. Человек с необычной, но и в то же время, к сожалению, с очень трагичной судьбой. Генерал Шеймуратов для нас настоящий пример того, как надо любить и защищать свою Родину. Вы станете первыми шеймуратовцами среди школьников нашего района. Это очень почетно и ответственно. Среди воинов легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии рекордное количество героев Советского Союза. Пусть же и в ваших рядах будет рекордное количество отличников и медалистов. Уверен, что свою форму вы будете носить с гордостью и честью. Всегда следуйте девизу Шеймуратова. Потомки Салавата отступать не умеют. Не бойтесь испытаний и трудностей. Смело идите к своей цели. Будьте верны духу товарищества. Будьте достойными гражданами своей страны. Вечная память героев. Вечная слава генералу Шеймуратову. Священная Родина Батыр. Нашеймуратов командир. Страны великий генерал. Герой, что в доблести пристал. Во благородстве сил земли башкирской сын. Отца слова и наставления он нес душе и чистом сердце. Родные, мудрые слова. Улыб, сынок, ты Бога воин. Вершит лишь правду ты достоин. Аллаху будь, отчизне верен. Так было, будет в поколениях. И не гали наказ свершая. Всей жизнью доблесть возвышая. Кавалеристом лучшим был. Да храбро Родине служил. За подвиг радный, от самого буденного. Серебряную саблю получил. Достойным офицером был. Кремлевским эскадроном. Командовал Батыром. Уважаемые зрители, под ваши несмолкаемые аплодисменты учащимся класса имени генерала Минигали Шаймуратова вручаются отличительные значки «Юный Шаймуратовец». Аплодисменты. Аплодисменты. Поддержим аплодисментами такой важный момент, уважаемые зрители. Имя генерала Шаймуратова увековечено в истории нашей страны. О нем слагали легенды. О нем звучат песни. О нем звучат песни. Песня «Юный Шаймуратовец». 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ежегодно 22 августа наша страна отмечает День государственного флага Российской Федерации. Это праздник, пропитанный любовью к Родине. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Флаг российский наш окрашен в белый, синий, красный цвет. Он трепещет в небе ясном, и его прекрасней нет. Белый — символ мира, правды и душевной чистоты. Синий — верности и веры, бесконечной доброты. Боль народа и победу отражает красный цвет. Будем Родину любить мы и хранить ее от бед. И потому, дорогие зрители, наш праздничный концерт пройдет под эгидой «Время Зет» под флагом великой страны. Слово предоставляется подполковнику внутренних войск Российской Федерации Могильникову Александру Александровичу. Всем здравствуйте, добрый вечер. Российский солдат русский во все времена стоял защитником мира Отечества. Не только нашей Родины, но и всего практически мира. Наши сыны, наши деды, прадеды всегда стояли на страже. Всегда отстаивали, охраняли, защищали свою Родину, свою семью, свою землю. В настоящее время, выполняя служебные боевые задачи, многие ребята с нашего района, да, сказали четверо, не вернулись, остались там, похоронены на нашей земле. Вечно им будет память. Тем, кто сейчас выполняет задачи, остаются там. Я желаю крепкого здоровья. Молодежи, всегда оставаться патриотом своей Родины. Не смотрите лайки, не смотрите интернет, то, что говорят там. А оставаться себе верен, всегда верным сыном, верным нашим патриотом. В первую очередь здоровья всем, счастья, мирного неба над головой. Спасибо, с праздником. Дорогие друзья, для вас поет Татьяна Булатова. 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 Российский триколор – это символ гордости, славы и побед. Предмет национального единства, объединяющий всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой. Под государственным флагом наша страна уверенно движется вперед по пути динамичного развития. Это требует от нас общих усилий. Укрепление народного единства, осознание своего долга и ответственности перед Родиной. Дорогие друзья, мы на сцену приглашаем народный хор «Айские зори» руководитель Людмила Положкина. Редактор субтитров А.Семкин Есть такая земля, где широкие поля, где бескрайние леса и моря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ПЕСНЯ Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Во все времена с молодежью и в школах, и в учреждениях досуговой деятельности ведется работа по патриотическому воспитанию. Вот и у нас в стенах культурно-досугового центра ведет свою работу клуб ветеранов «Жить здорово», приобщая молодежь к истокам культуры и любви к нашей необъятной родине. На сцене вокальный ансамбль клуба «Жить здорово». Что ж вы, мужики, головы повесили, думы тяжкие, разгоните песнею на Руси буртом. Все дела справлялись, а испокон веков, и в беде, и в радости о святой Руси. Сердце беспокоится ни в чему теперь, нам между усобицы там почти моток. Мы непобедимые, позабыть прочесть, будем уязвимые. Если братьям мои, братушки, встанем за Россию, матушку. Если братьям мои, братушки, встанем за Россию, матушку. Светлой затор, где же ваша силушка? Погодырский взор, да отвага, милушка, ваша здесь земля. Явлони одетая, перед вас она, песня несогретая, духом грусть сильна. Слава да победами, памятью кричка, прадедами, дедами и сами себя. Мужики, уберуйте со щитом в руках, свое дело сделайте. Вместе братьям мои, братушки, встанем за Россию, матушку. 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 Вместе, братья мои, братушки, встанет за Россию матушку. Всем нам небезразлична ситуация, которая происходит в мире. Вместе, специальная военная операция на Украине – это трагедия мирных людей, нуждающихся в защите. Мы с гордостью смотрим на тех, кто сейчас выполняет свой воинский долг, защищая наших соотечественников. Поэтому особо важна поддержка, взаимопонимание, единение наших граждан в это непростое время. Особо важно чувство патриотизма, миролюбия и душевной доброты граждан нашей страны. Дорогие зрители, встречайте гостей нашей программы из села Дуван. Для вас поет Светлана Бекташева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!